Интересно, вот как чувствуют себя люди, когда знают, что за ними постоянно наблюдают? Ну, я думаю, некоторые, конечно, насторожны, а некоторые, напротив, уверены, потому что чувствуют себя в безопасности, ведь система видеонаблюдения работает в Хабаровске не первый год. Павел Гошин подсмотрел так называемую кухню «Большого брата». О пробках, авариях и парковках наш следующий материал. 107 видеокамер ежесудочно работают в режиме реального времени. Они передают картинку в Центр организации дорожного движения. За происходящим следят инженеры. Они помогают регулировать транспортный поток в краевом центре. Нажатием нескольких кнопок могут перенастроить светофоры. Все это для того, чтобы избежать пробок. Может принимать какое-то решение, то есть либо продлить длительность зеленого разрешающего сигнала светофора, либо не продлевать. С помощью «Чудо-системы» в этом году удалось сократить количество заторов на 15%. Кроме того, устройство можно использовать для раскрытия преступлений. Допустим, происходит какое-то правонарушение в городе, грабеж, к примеру, или машину угнали и так далее. То есть наша система позволяет отслеживать передвижение аэтотранспорта по улицам города и по зафиксированным номерам определить, в какую сторону поехало аэтотранспортное средство. Однако наблюдать за всем вокруг не получается. Камеры установлены лишь в центре города. Что творится на окраинах, инженерам неведомо. Но это дело времени, уверены сотрудники предприятия. С каждым годом таких приборов на улицах становится все больше и функции их расширяются. Скоро дойдет до того, что устройства помогут решать проблему несанкционированных парковок. В дальнейшем, когда мы уже плотно запустим нашу систему, она имеет функцию, получается, несанкционированных парковок. Также в ней можно настроить, получается, определенные зоны детекции. Если транспорт там стоит более 1-2 минут, система это выявляет как правонарушение. Система видеонаблюдения запущена с 2012 года. За несколько лет неплохо зарекомендовала себя. С помощью устройств практически решили спорные моменты при ДТП в центре города. Павел Гошин и Илья Цапов для программы «Настоящее время».